МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Мы очень рады вас приветствовать здесь у нас в Музее Модерна на открытии нашей новой выставки, которая называется «Сцены городской жизни». И она представляет коллекцию Андрея Волдырева. Есть такое выражение, что Россия конца 19 века – это страна мундиров. И действительно, даже учащиеся носили мундиры, носили такую ученическую одежду. Вы ее можете встретить в соседнем зале. И, конечно, мы экспозицию вот этих костюмов дополнили вещами из фондов нашего музея, историко-крывеческого музея имени Алабина. И здесь вы можете видеть фотографии и вещи, которые могли бы принадлежать или которые могли бы пользоваться эти люди, которых мы с вами здесь видим. Можно... Мы здесь собрали костюмы по типажам. Это некие типы. Это костюмы... Мы даже не знаем, кому они принадлежали. Но мы можем подумать, поразмышлять, что за люди носили эти костюмы, кем они были, какие они были. Для понимания места и сословности в конце 19 века мы написали довольно объемные тексты. Они представлены здесь у нас во всех залах, по всем стенам. И там довольно интересная информация о том, чем занимался дворник, кто такой был городовой и кто мог стать городовым. Какая мода была в конце 19 века и так далее. И сюда, к микрофону, я сейчас приглашу нашего директора музея имени Алабина, Андрея Числавовича Кочеткова. Но прежде, конечно, хочу сказать большое спасибо своей команде, команде Музея Модерна за эту выставку. И вам, всем, кто к нам пришел, мы очень рады вас здесь видеть. И, конечно, приходите еще. Я сейчас передаю слово. Спасибо Андрею Владимировичу Полдареву, предоставившему эту прекрасную коллекцию. Потому что тут, конечно, действительно очень уникальные вещи. У меня тут есть свой любимчик. Это капитан-речник. Это такой волгарь на максималках, можно сказать. Человек уважаемый. Но настоящая хорошая выставка – это, с одной стороны, коллекция, а с другой стороны – это изобретательность. И я, воспользовавшись служебным положением, просочился сюда раньше вас. И оценил. В общем, можно сказать, что выставка получилась очень остроумной. И на самом деле, чтобы понять, это остроумно. Я предлагаю вам сюда вернуться, когда здесь не будет так много людей. Потому что люди сейчас немножко смешались с главными героями пяти экспонатов. Когда здесь поменьше людей, это выглядит просто невероятно остроумно. Поэтому спасибо нашим прекрасным кураторам. И я передаю слово дальше. И я бы хотела поприветствовать здесь у микрофона Андрея Владимировича Болодарева, без которого, конечно, эта выставка бы не состоялась. Дальше спасибо, что пришли. Наверное, нужно сказать немного о том, что я коллекционирую. Я коллекционирую военную форму. У меня коллекция, она самарская. Она является самой большой в мире открытой к доступу частной коллекции. А вообще, в принципе, она, наверное, входит в двадцатку самых больших мировых коллекций русского военного мундира. Это я беру гимн, эрмитаж, курбивуа, брюссельский музей и так далее. Вот все вот это, включая бахчеванжи, включая главный музей Министерства военного, ну, больше сотни мундиров, это, в общем, много. И помимо военных мундиров была такая побочная тема. Это гражданские ведомства и гражданский костюм. Я в этом очень мало что понимаю, потому что у меня основной интерес, это, конечно, военная форма. В России действительно страна мундиров, и это проявлялось во всем, потому что мундир – это знаковая система, которая позволяет о человеке сказать, его увидев, ну, сразу, для 19 века, для человека 19, начала 20-го было понятно все. То есть и перспективы этого человека дальнейшие служебные, и откуда он, и кто он сейчас на самом деле, то есть все это было сразу видно. Я об этом, когда веду экскурсию у себя на выставке, я об этом рассказываю, это долгая история. Ну, вот здесь представлены несколько, так сказать, тем таких крупных. Это вот учащиеся, мы об этом говорили, тут есть гимназист, семинарист, учащийся коммерческого училища, учащийся технического училища, есть городовой, ну, вот, допустим, тут есть железнодорожник, тут аж целых четыре мундира различных железнодорожника. Кондуктор, вот этот вот белый жилет, вот эта тужурка, пальто среднеазиатской железной дороги подвижного состава. Я просто хочу сказать, чтобы вы понимали, ну, какую роль железной дороги сыграли в жизни Самары. Это вот этот вот момент я хотел бы просто сейчас сказать и показать вот этих людей, которые, вернее, этих костюмов, вот этих костюмов, в которых эти люди ходили. Я хочу сказать, что для того, чтобы понять, что сделала железная дорога для Самары и почему Самара – это русский Чикаго, нужно понять одну вещь. Основная хозяйственная деятельность, которая велась на берегах Волги – это торговля зерном. Торговля зерном, транспортная артерия – это Волга. Волга – это навигация, а урожай у нас, как известно, созревает осенью, его убирают, а дальше навигации нет, Волга замерзает. И для того, чтобы это все дело потом продать, зерно продавалось на следующий год, нужно было иметь огромные капиталы, потому что это все нужно было купить, со всех собрать, построить элеватор, где это было лежало, и хранить целый элеватор полгода. Вы представляете, срок оборачиванности капитала. То есть за год он мог своим капиталом сделать один оборот – огромные деньги. Таких купцов, которые могли позволить себе волжскую торговлю, было там, ну, несколько человек, 5-10 на город, не больше. А когда появилась железная дорога, оказалось, что капитал можно оборачивать 2 недели, 3 недели, 4 недели, и можно уже не баржами торговать, а торговать просто там вагон муки, вагон зерна, и получать на этом прибыль. Вы представляете, какая огромная, ну, вот что это было для Самары, почему она так стала расти? Она стала расти так потому, что первые проекты железной дороги, которые связывали Москву и Сибирь, было два, так сказать, основных пути – это северный и южный. Южный – это через Казань, северный – это через Ярославль. Но пока они там бодались друг с другом, вдруг ни с того ни с сего, вот по построившемуся Александровскому мосту через Сызрак прошла железная дорога, которая связала Самару с Сибирью и Средней Азией. И именно это, вот понимаете, Самара в начале XIX века – это деревня. Абсолютно, ну, основные торговые пути – это Волга, Нижегородская ярмарка, Казань, от которой шли в Сибирь, вот вообще восточная столица России – Казань. И вдруг появляется некая Самара, которая забирает у них огромный, так сказать, потенциал. Вот почему у нас Самара получила такой толчок именно в конце XIX века. Именно поэтому у нас так много модерна, потому что до этого почти ничего не было. А вот с 70-х, 80-х, а потом уже 90-е и 10-е годы – вот это расцвет Самары. И тогда и население увеличилось там, ну, я не помню, раза в три где-то, с 30-ти, по-моему, до 90 тысяч. Я сейчас могу соврать. Ну, вот, в общем, про железную дорогу можно очень много что интересного рассказать. И про их концепцию, почему они были частными сначала, как они стали государственными. Ну, вот, в частности, вот эти вот мундиры, если так вот о них что-то рассказывать, то хочу сказать, что вот видите вот эти вот выпушки, которые на них есть, там зеленая, вот эта вот малиновая. У каждой службы железной дороги были свои выпушки. То есть телеграфисты желтые, служба движения, вот эта вот малиновая, вот эта вот, ну, вот эта вот, по-моему, административная. Административная, там четыре цвета было. Ну, в общем, вот, вот тут представлены эти четыре мундира железнодорожника. И вот команда Музея Модерна, большое спасибо, она сделала из этого какую-то достаточно интересную сценку. Хочу сказать еще одну интересную вещь. Вот тут вот два мундира, это облачение священников на 300 лет дома Романовых. Там вот видите, крест Сим Победа, это именно то, во что одевались священники, когда они встречали царскую семью. Вот мы не представляем себе, что такое в жизни России вот эти праздники. 300 лет дома Романовых, это вот для того, чтобы описать его, вот у меня вот есть это, это 8 страниц, вот манифеста, я не помню, что это такое, по-моему, манифест, где описывалось, что это такое было и будет, что это за торжества. Вот эти вот юбилеи, 900-летие крещения Руси, к которому был построен собор в Киеве Владимирский, который, собственно говоря, стал центром и эпицентром зарождения Модерна. Там работали Воснецов, там работал Несеров, Серов и так далее. Вот эти вот все, в те фамилии, вот эти вот художников Модерна, они расписывали Владимирский собор в Киеве. Это уникальное, так сказать, вообще в принципе сооружение церковное. Я просто, если начать говорить, то я закончу где-нибудь завтра, возможно, когда уже упаду от усталости. Я думаю, что надо просто слово кого-то передавать. Большое спасибо вам, что пришли, очень рад вас видеть. Очень приятно видеть какой-то итог своей деятельности. Вот когда вот выставка, это уже какой-то итог, это уже значит какое-то признание. Я очень рад вот этому признанию с вашей стороны, спасибо. У меня есть YouTube-канал, называется «Россия в мундире». Вот «Россия в мундире» там Володя Глазков, это человек, который, ну, выдающийся специалист в военной форме. Вот он рассказывает про каждый мундир. Вам будет интересно. «Россия в мундире» смотрите. Спасибо. А вы там выступаете? Что? Вы там выступаете? Ну, редко. А вы там в Самаре живете? Да. Спасибо. Спасибо. Все-таки как вы собирали эту коллекцию? С чего это началось? Ой. А вообще где это сохранилось? Что это дошло до нашего зрения? Ну, оно все доходит. Понимаете, основные... То есть, во-первых, те, кто уехал за рубеж в эмиграцию, они сохранили. Первое. Второе. Все то, что здесь было, оно ушло по киностудиям и театрам. И там из этого вот так вот резали, там что угодно делали. Спарывали. Ну, там ужас. Ну, там было много. Там что-то осталось. И потом, в 90-е годы, люди ездили по театрам и их собирали. Очень редко из семьи. У меня три или четыре мундира, купленные просто вот у людей. Например, вот в Чебоксарах висел гусарский мундир в сарае, я его купил. Такие вещи бывают. Все остальное, это уже то, что было в каких-то коллекциях в основном. Спасибо. А вы лекции где-то проводите? Я вот... Понимаете, моя лекция, это не так интересно. 20 сентября приедет Володя Глазков. А кто он такой? Вот он сюда приедет и будет здесь делать... 20 сентября... Володя, вот зайдите, пожалуйста, на канал. «Россия в мундире» и посмотрите. Непосредственно здесь лекции. Да, да, да. Музей военной формы, это... Есть такое учреждение, называется Бахчеванжи. Это музей Министерства обороны. Он закрытый, туда попасть можно только по записи, там как-то надо договариваться. Вот, музейные сотрудники, там, как правило, офицерские жены. Что это такое? Бахчеванжи — это наше интендантство. Когда-то, очень давно, любой предмет военной одежды, который шел в армию, он должен был иметь образцовый экземпляр, который отдавался в интендантство. И, в принципе, в интендантстве должно было быть все. Но, поскольку были пожары, воровство, халатности и так далее, там, конечно, далеко не все. Там относительно того, что там было, мало, потому что там вагонами исчисляется то, что там было. Прямо буквально вагонами, это не шутка. То есть, вот, если вот этот музей, он, железнодорожный состав, и, наверное, не один, если бы все сохранялось. Потому что каждая пуговица, которая была принята, она там должна лежать была с соответствующей биркой. На рынке периодически появляются эти вещи с бирками из музея. Вот. Это не хранилось, понимаете? Это выкидывалось. Это не имело никакой ценности. Что, ну, и в революте, понимаете, в каждом полку был музей. Вот в гусарском нашем полку, в гусарском, в гусарском, в гусарском был музей. Везде, там были формы. У меня есть мундир, где написано, музей конной гвардии, конногвардейский мундир времен Николая Первого. Ну, вот он из музея. В революции это все, нафиг никому не надо. Вот. Вот, потом это, вы понимаете, есть фотографии, я видел, там, я уж не помню, кто, Пьех, что ли, или еще кто-то. Пьех, в костюме Камергера с шитьем, она лежит, над ней кто-то там стоит. Но они, понимаете, вещи абсолютно, как сказать, абсолютно музейные. Ну, по поводу цены, вот, допустим, костюм Камергера, где-то он сейчас будет стоить тысяч 30 долларов приблизительно. Вот она, она в нем на полу валяется. Понимаете, это блундир первого класса. Вот, ну да, Иркутский театр. Иркутск это место, где колчаковцев, ну, грубо говоря, вся форма осталась там. Вот, музей просто, театр был набитым. Вот, смотрите, вот там вот, у этого самого, у коммерческого училища, вот петлицы. Петлицы, это серебро. Вот, вы представляете, они спарывали серебро, срезали вот эти петлицы и переплавляли их. Ну, у них там было большое одеяло, которое они сделали из нарезок, мундиров. Они их порезали и шили вот такой вот, типа, занавес, понимаете? Им вот так вот было интересно. Вот так вот они к этому относились. Вот так. Это вот, вы понимаете, вот это вот все, вот это вот, знаете, откуда? Вот это висело коллекционера. У этого коллекционера был кот. Вот, они висела, и он его драл. И вот у меня много мундиров из этой коллекции, он умер уже. Который я вот, вот он драл плечи, причем правые. Вот так вот висело, ну да. Ну вот так вот, такое отношение. Что сделать? 20 сентября здесь будет Володя Голосков, вот его стоит послушать. Володя, это человек, который пишет книги. У него есть мундир «Московская городская полиция», книга у него есть, «Армия Александра Третьего», «Русский императорский флот», мундир, вот «Трехтомник». «Оружие в Великой войне», «Холодное», он живет в Туле, у них там музей, вот этот вот, музей оружия. Вот он там, вот все это пишет, это человек, который, ну если не номер один, потому что есть еще Попов, есть там еще ряд людей, там, и по разным, по разным эпохам. Но он в этой плеяде людей, которые, ну вот, наиболее серьезные. И причем он еще пишет, книг у него, наверное, штук 20 уже вышло. Он, он, посмотрите, вот как он рассказывает в «России мундир», он это все рассказывает, про каждый мундир он рассказывает. Ну, в общем. Любили, спасибо. Спасибо. Ну, хорошо. Спасибо. 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 , спасибо. Продолжение следует...